как она нормальный шашлык для чего мы сей шашлык придумали хотелось сегодня закончить про полку но похоже не получится чуть-чуть не получится дело в чем заключается я тоже простыл немножко и вот недельку буквально все это сдвинулась но практически полностью мы уже и все что нужно было сделали вот шашлычок конечно же шикарнейший как всегда его приготовил и и вы понимаете как у меня шашлык уж поверьте мне когда меня сейчас приглашают где-то я говорю ребята вы меня шашлыком то не рассказывайте что у вас какой-то навороченный шашлык самый грамотный шашлык от гиммерверта если у вас есть дивное желание вы можете все это дело посмотреть я в интернете вам показал как он готовится конечно это проблемки никто вам не говорит что шашлыка до 3 секунды дело но тем не менее это дело необходимо вам приготовить простите пожалуйста немножко чуть-чуть немножко накосячилась чуть-чуть уже почти прожарилась ай-яй-яй так нормально 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 вот так и должно жариться шашлык понимаете чуть-чуть переподгорел немножко но ничего сложного так вот для чего собственно говоря шашлык шашлык вам крайне необходим люди болеющие онкологией объясняю почему потому что это жареное мясо жареное на углях вот даже не думайте ни о чем другом вот теперь мы поговорим о проблемах о наших заболеваниях и онкологии в том числе вот в чем проблема возникла примете сейчас объясню ситуацию косички небольшие конечно куда деваться то что доктор прописал конечно очень хочется сделать все ровно но не получается наши все проблемы от нашей лени понимаете и вот вы все говорят что так круто и что-то не достает у меня я ничего не могу сделать так поверьте это лень в течение двух последних лет когда у меня обнаруживалась онкология решил заняться садоводческим хозяйством понимаете пункт номер один земля всегда прокормит вот пункт номер два все мои родственники которые рано или поздно работали землей землей они имеют ну продолжительную жизнь просто сногсшибательскую то есть мой дед 92 парк ну или где-то вот в том роде он работал землей бабушка почти сотню отработал то есть все работали землей вот самое забавное то чем мы сейчас занимаемся в том что мы вообще деньги не тратим по сути вот жена там немножко покупает то что нужно я единственно за чем захожу то захожу за кумысом за кумысом и утром получается за лимончиком по одной простой проблемке вот что касается онкологии но тут вообще вещь весьма интересная вот как она лечится у нас давно не никак она у нас не лечится поймите меня правильно вот химия у нас офигенных денег стоит и мало того вам не выдадут так а теперь давайте позадим вопрос вот где вы будете лечиться я конечно понимаю что с онкологии большие большие проблемы возникают но лечиться в россии не получится единственный в чем возникает вопрос но в магнитогорске вот сак он он очень умеет делать операции но он один понимаете вот как и кац в том числе единственное что он улучшит маленького кац что кто делал операции а в других то и нету понимаете вот новинки которые приезжают но не все получается то есть сама главная часть вопроса как уберечь от онкологии и вот наконец-таки мы начинаем работать по этой теме то бишь лучок называется меня прозондировал вот есть такая штука мэр это называется вот свое то время почему я не прошел все время мэр это когда у меня возникла эта проблема дело началось как раз 2002 году вот у меня из 2002 года постоянно капала кровь из правой ноздрей и она никуда не девалась если бы мне кровь кто-то тогда сказал что лёша посмотри сделай себе мэр это и может быть это будет лучше естественно этому не было бы глиобластома вот глиобластома знаете что жанна фриске а то свет ушла вот такая фигня получается то есть если мне сказали и раньше мэр это стоило бы копеек копеек как она сейчас в принципе стоит то есть грубо говоря мэр это на все человеческое тело стоит ну практически 100 долларов уж извините это надо делать и для ребенка в том числе я буду это делать другого варианта нету не хотелось бы знаете потом ввязываться в косяки да пойдем на следу в этой в этом неделе сделаем или нам в этом месяце никаких проблем нету вот в остальном вот где и как грамотно получить медицинское обслуживание вот самый дешевый вариант самый дешевый вариант это естественно куба но как вы туда слетаете дорогой удовольствием другой вариант и знаменитые дешевых это индия и китай и в том и в другом месте очень шикарная медицина и я вам серьезно говорю вы бы на это посмотрели скоро я увижу что такое китайская медицина если у вас чуть чуть больше денег вы можете съездить в турцию вот я сейчас расскажу то есть индия или китай это примерно одна сумма турция это в три раза больше три раза больше а далее идут замечательные германии и израиль ах ты какой козюка однажды раз пригорел и все сейчас я в другое место переложу ну ладно вот чтобы понять по отношению к цене то есть если китай в 3 а вы если турция в три раза дороже чем индия то израиль и германия дороже чем турция в пять раз то есть тупо умножаем получается что израиль и германия дороже индии и китая 18 раз ну честно я вам объясняю ситуацию не у каждого есть эти финансовые средства чтобы поехать в израиль и в германию не у каждого но зато есть две страны вот насчет касаемо индии да индия она мне очень нравится я единственное что не буду китай сейчас проеду посмотрю так вот в индии можно ехать спокойненько и жить никаких проблем ни у кого не возникает только единственный вариант вы должны знать английский язык и вот поэтому мой сын скоро будет изучать английский язык по одной простой причине для для того чтобы это было круто понимаете вот и все приехали туда и спокойненько продолжаете лечиться понимаете да вот в любом случае химия в индии в китае на примерно одинаковый денег стоит то есть если мы говорим о темодале которым сейчас сейчас все лечатся вот больные раком мозга без этого по сути ничего не получается это вам тут по ушам начинает проезжать уж поверьте мне у нас из гистологии очень сложно поверьте мне вот и в россии темазоламид который является продолжением темодала в смысле пред как тема дал вот вот он стоит космических денег то и дима да в том числе то есть 30 раз дороже нормальные бабки его за эти бабки строится все то подмосковье естественно стоит кому еще на это нужно то я не знаю хотите вы это делать или нет ну вот ваш судьба есть люди которые не хотят делать и продолжают жить вот но еще раз объясняю тема дал в израиле и германии стоит больших денег в турции естественно дороже а тема заломит он дешевле чем еще раз объясняю наша цена наша цена в 30 раз дороже нормальная цена будет вот тема дал который в турции он стоит но я же объяснял сумму на три месяца 1200 долларов может чуть дороже без разницы наберете себе денежку но зато тема заломит он в индии в китае стоит в три раза дешевле то есть в принципе должно быть понятно да то есть лечиться у нас это бред сивы кобылы продолжать лечение в нормальных странах вот и чтобы вы не залетели здесь уж поверьте мне лучше проходить мрт это будет гораздо веселее гораздо правильнее вот ну и потом естественно так теперь что касаемо еды раз вы посмотрели шашлык шашлыком я естественно сыт не бываю вот потому что перед шашлыком я ем лимон это обязательно потом вам необходимо литр гранатового сока ну вот где его взять опять нам юльпи выдают из азербайджана 555 блин пасхальный ну хотелось бы нормальный сок а нету а юпи не хочу вот и все если это не получается ну по крайней мере ягоды то есть о чем мы говорим о том что лето для вас должно быть уж потом ну извините наверно придется все-таки съездить либо в азербайджан там взять нормальный сок не разбавленный вот либо либо ехать обратно в турцию я же вам говорю то есть если вы остаетесь в стороне и у вас нет загранпаспорта поверьте мне это только прямой путь на тот свет то есть если что-то случилось загранпаспорт должен быть обязательно вот и под конец под конец значит есть такая тема замечательная чем еще хорошо наше сельское хозяйство вот вот это у нас да это красиво то есть мы у нас есть свекла свеклу но я так делаю разминаю на терке вытираю по столько и сварю с огурцами и с очень большим количеством чеснока это тоже помогает ну и вот вся эта чеботуха у меня в желудке и вот поверьте мне вот благодаря этому мы продолжаем с вами работать а что касаемо дальнейшего китая сейчас объясню ситуации я сейчас тоже поеду китай вот мне рассказали замечательную ситуацию то есть там китая лечат онкологию но не то что лечит я сейчас объясню просто вот в китае делать следующим образом то есть будет естественно нетрадиционной медицины так вот после результатов нетрадиционной медицины ваше онкологическое заболевание она заморозится и больше никогда не начнет работать еще раз всем последний раз всем объясняю почему вам необходимо поехать в китай пролечились и потом сделали так чтобы никакая чеботуха из разряда онкологических заболеваний к вам больше не лезла а так пожалуйста ваш шашлык